Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Я специально не сразу отреагировал на указанное громкое заявление офицеров. Хотел посмотреть на реакцию наших выживших, независимых СМИ. И вот решил остановиться на реакции Андрея Караула. Ну и понятно, дам и свои комментарии и соображения. Заявление в наших нынешних реалиях далеко не тривиальное. Итак, на канале Андрея Караулова есть ролик, который повторяет название данной публикации. Он большой, больше часа. В нем Караулов приводит одно из своих прежних интервью с генералом Кивашовым. Но мы, понятно, остановимся только на данном заявлении и на комментариях Караулова непосредственно о нем. В начале он засчитал текст заявления. Он не очень большой, но я не буду приводить его целиком. Ссылка будет под роликом. Текст подписан генерал-полковником Леонидом Ивашовым. Вот его краткое изложение. Суть провоцирования войны с Украиной ради сохранения власть недопустима. Политика провоцирования войны с Украиной в нем названа преступной. И в связи с этим офицеры требуют от Путина уйти в отставку. Прямая отставка. Также я выделил бы следующие мысли данного обращения. Большая война – это огромная трагедия. И в центре грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в истории. Ранее Россия и Советский Союз вели только вынужденные, справедливые войны. Теперь критических внешних угроз нет. Есть только внутренние. Темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И причины понятны. Недееспособность государства и власти. В таком состоянии любая страна долго не живет. Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит искусственный, корыстный характер. Корыстный для неких внутренних сил. Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить полюбить Россию и ее руководство бессмысленны и крайне опасны. Вот одна из прямых цитатов. Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства. Во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. Третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи, десятки тысяч погибших молодых здоровых ребят. Что, безусловно, скажется на будущей демографической ситуации в наших помирающих странах. Это также, с высокой вероятностью, может означать войну со странами НАТО. Россия, кроме этого, превратится в изгоя мирового сообщества и будет обложена тяжелейшими санкциями. И, вероятно, Россия лишится статуса независимого государства. Возникает вопрос, каковы истинные цели провоцирования данной ситуации. По их мнению, руководство страны, понимая, что вывести страну из системного кризиса, оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, решило активизировать линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны. Далее опять дам прямую цитату. И война является тем средством, которое решит эту задачу, с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленное у народа богатство. Другого объяснения мы предположить не можем. В связи с вышесказанным, офицеры России требуют от Путина отказаться от преступной политики провоцирования войны и уйти в отставку. Ну и просят граждан России их поддержать. Андрей Караулов считает, что это обращение начало чего-то очень серьезного. Самое же главное, по его мнению, объявить Леонида Явашова иностранным агентом или сделать еще какую-то гадость в отношении его не получится. Вот как он об этом сказал. И расправиться с ним, объявить его иностранным агентом, подсунуть ему какую-нибудь гадость в карман, арестовать за что-нибудь не получится. Это не тот человек. Не та судьба. И не тот у него возраст. И не те у него погоны. Он также заявил, что его ресурсы в интернете теперь начнут помогать Леониду Явашову, поскольку ясно, что данное обращение – это только начало. Что здесь можно сказать? Конечно, обращение Леонида Явашова и офицера в России понятно вполне. Я сам довольно приличный период в своей жизни начал офицерскую форму, а любой военный человек больше всего на свете ненавидит войну. И понятно, эта откровенная игра Путина с войной ради своих личных амбиций не может не коробить. Но на мой взгляд, это говорит еще об одной важной вещи. Леонид Явашов, безусловно, входит в высшую военную элиту России. И проявление недовольства на его уровне говорит об одном – Путин начинает терять поддержку высшей элиты. Мы, кстати, уже обсудили этот вопрос. Публикации Путин, похоже, становится не нужен. Ролик будет на конечной заставке. А это значит, что несмотря на судорожное и уже откровенно безумное попытки Путина удержать власть, его эпоха заканчивается. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные рубрики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.